всем привет друзья меня зовут алекс суворов и необычно начинается этот видос я стою в пробке и не на своей машине у нас сегодня legacy subaric необычный subaric судя по ноздре на капоте у нас 2 и 5 turbo вот правда ушатанный уже капец уже там скрипит гремит и мотор масло жрет ну короче это subaric все нормально я ничего против subaric не умею классная тачка но которая требует щепетильного ну вообще внимания такого да вот поэтому все круто я считаю ребята сейчас вообще едем в гараж я вам покажу кое-что очень интересно я думаю сегодня заснимем неплохой видосик может быть даже эмоциональный вот поэтому друзья смотрите сейчас будет действительно очень интересно а кстати приедем еще subaric этот покажу вам такой конечно он уже страшненький чуть-чуть и такое там гремит ходовочка немножечко рулевая такая невнятная что-то бьет там по рулю ну короче в общем такое но конечно не не едет она так она должна ехать но но так после 3000 что-то просыпается вот поэтому в общем друзья не об этом сейчас речь едем едем в гараж сейчас кое-что покажу и вообще не буду спойлерить действительно очень кое-что очень крутое вам должно понравиться вот поэтому поехали смотреть это хозяин subarac такое слушает ну нет я рэп люблю но не такой ну не знаю мне такой не заходит вообще это дичь какая-то с обветренный губ 28 белых раджей в попытке чувствовать шлук эта история могла бы стать сюжетом для каски когда белое это черное а черное это белое не справедливо когда кого-либо обвиняют преступление которое он не совершал ну короче вы поняли subarací ну нет ребят тут как бы turbo подхват чувствуется едет но тут уже далеко не 230 лошадей которые когда-то здесь были вот это не та уже машина к сожалению короче друзья вот такой вот subarací американец фары у нас уже затертые ну это естественно как бы такое по кузовщине там есть вопросы фонарь задней колотой ну самая жесткая наверное это вот это салон то вот эти вот тут вещи вот вот но я думаю что многие скажут что для subarací это нормально нам и нормально в принципе кожа такая потертая уже поэтому ну такая машина и так друзья вот собственно то ради чего мы сегодня здесь собрались у меня уже несколько лет стоит картин и я вас никак не могу доделать собственно этим этим летом я уже начал более продуктивно этим заниматься вот и сейчас вам покажу собственно что он из себя представляет значит рама у меня аку это ну это совковый картинг производства ссср в общем в оригинале у него стоит двигатель от минска 125 кубов двухтактный не помню какая-то мощность была но где-то около 15 лошадей в общем я купил года еще четыре назад отдельно только раму потом появился в объявлении двигатель двигатель необычный это роток 123 он стоял на апреле раз 125 это 120 кубовый двухтактный двигатель раздушенный на внимание вдумайтесь 33 лошади и 6 передач в общем уже много чего сделано конечно да как вы все любите кустарным способом например глушак пришлось все-таки доделывать потому что он был он намного как бы по-другому радиус ушел и пришлось его как бы пилить и варить вот подачей топлива тоже приколы значит пришлось поставить вот такой вот вакуумный насос который качает топливо вот такой вот резервуар и грубо говоря снизу уже течет в карбюратор ну вот а здесь течет на обратку фильтр тоже у меня самопал буквально сегодня его сделал вот что еще по тормозам тормоза у нас тоже интересно значит у нас стоит главный тормозной цилиндр от nissana maxima 33 кузов вот ну и бачок с ним же конечно потому что в оригинале здесь тормозной цилиндр стоит вот где-то вот здесь вот здесь по моему значит такие два тормозных цилиндра стоят они очень тяжелые очень такие не сильно как бы классно работает в общем поставил вот такое работает вот так вот реально вот так вот работает соответственно кастомная педаль тормоза вот и и в общем я не мог долго заставить его работать на холостых и с фильтром были проблемы в общем сегодня сидел 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 и в итоге вроде как что-то добился надо поехать сегодня потестировать и раньше видосах я его как бы не упоминал вот но я на нем уже катался валит он неплохо и сегодня надеюсь все таки подарит еще эмоции мы попробуем по способу способны как работает как холостые держит как вообще стабильность работы и по конечно же навалим попробуем пятаки порисовать он это может соответственно вот друзья но сейчас подъедет мой друг ладос и мы с ним поедем заниматься этим безумием в общем ну короче погнали кататься хоть уже скоро солнце сядет ничего нам принципе это не мешает друзья в общем произошла такая ситуация что ну собственно уже наступил другой день и хотели мы поснимать с друзьями значит картинг в движении и только я в гараже здесь все настроил было бы было вроде бы все хорошо и уже собственно выехали взяли там бы некоторый инструмент чтобы по ходу можно было настроить и в общем я выехал прогрел его ну так хорошенько дал вот но сразу гоупро как бы не одевал не ну не на голову не включил вот и в общем как бы проехался там километра два на нем с ребятами уже стали там заняли локацию определенную чтобы настроил гоупро отдел уже подпоснимал какие-то эмоции чтобы было интересно потому что реально валит карт не по-детски очень круто чё мой знакомый ехал вот на моей машине который сейчас надо мной висит ехал за мной говорит я ехал 80 ты не успевал говорит потому что тут просто вваливал капец вот и короче пока настраивались до сюда я начал ну значит настроить достраивали карбюратор и друг лёха садится говорит да я прокачусь ну окей говорю давай садись пока прессия пока гоупро настраивал а уже начало темнеть на что он уезжает проезжать за километр в одну сторону возвращается обратно слышим хлопок такой вот и короче он остановился на что мы к нему подъезжаем вроде как перестала топлива эти но там есть такая проблема что засоряется этот вакуумный насос подачи топлива и в общем преподать подача топлива вот и значит проблема ну мы думаем ну ладно сейчас мы его продуем проду я продуваю пробуем заводить не заводится потом ну пока пытались туда-сюда думал что его подзалило поехал за свечным ключом привез свечный ключ то есть чуваки говорят аккумулятор все это быть такого не может ну как так он нормальный был тем более авто аккумулятор автомобильный у нас и начали пробовать ну короче попробовали с толкача завести не заводится даже мотор не прокручивается короче пришло осознание того что каким-то образом заклинил двигатель но заклинил он не в движении а уже после потому что после он у нас еще крутился стартера и потом уже перестал крутиться вот в общем спустя там два дня я его разобрал снял цилиндр посмотрел поршень ну ну конечно он не новый не свежий но там все там все в полном порядке оказалось что не крутится сам коленвал там до этого что-то шару делать что-то гремело не знаю я пока еще не добрался его разобрать но есть такое ощущение что какой-то из подшипников на котором стоит коленвал он просто посыпался вот я не знаю надо будет круче то надо колоть двигатель там если знаете двухтактники они из двух половинок блок у них состоит вот короче надо будет колоть двигатель разбирать смотреть в общем дай бог что если только подшипник поменяем просто все подшипники сальники и будем запускать пробовать ну я надеюсь что в этом сезоне еще получится что-то сделать пока еще лето уже заканчивается уже последние дни августа вот поэтому история такая в общем получился просто жучайший фейл я не ожидал что именно вот так это получится хотел реально заснять epic было было бы круто единственный видос который у меня получился в работающем состоянии это я снял вертикальное видео инстаграме его сейчас вот сюда прям сюда вставлю ну извините это был инстаграм поэтому вертикально а пока навалить на картинке не могу в общем решил я заняться своей машиной в общем решил поменять втулочки это я уже снял втулочки стабилизатора переднего вот здесь опускается подрамник ну и поменять масло в моторе в общем ну вот так вот все ребят действительно очень очень хотелось показать вам картинг но не получилось надеюсь мы его я его доделаю и будет действительно в валево и будет нормально работать он и тогда действительно его не только покажу может быть на зиму мы его покрасим пока будет там не сезон все сделаем слики купим посмотрим ну в общем если я надеюсь что вы поддержите и тогда будет стимул действительно его реально делать реально вот делать боевую технику такой но валит я вам честно говорю там 33 лошади на один цилиндр валит он нереально круто вот поэтому все-таки желание есть кстати реально знаете самое кайфовое в этом моторе то что здесь масло под замену идет 3 литра слив фильтр новое масло 3 литра и все то есть реально понты поэтому можно реально менять вообще часто нужно этого меньше чем 8000 но как бы смысла на этом моторе нет меньше чем 8 10 точнее смысла нет меньше чем 8000 менять как бы 8000 а вполне адекватная цифра вот но 3 литра масла в поддоне это просто ну лайк вот такой вот вот эти три банки реально хватает чтобы был полный уровень и все друзья если вам нравятся такие вот технические блоги если действительно интересно это вы напишите об этом обязательно в комментариях поставьте лайк и у меня есть возможность действительно снимать много вот такого материала поэтому если это интересно дайте знать об этом я такой буду обязательно постоянно снимать и такого материала будет действительно много будет много технических блогов и будет сильно очень много интересного про автомобили вот в плане техническом вот ну конечно же это буду разбавлять все и обычными блогами вот поэтому говорю о том что есть возможность и если интересно пишите об этом обязательно вот пишите также свои пожелания вот и друзья всем спасибо за внимание всем мира добра удачи и пока